Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Любители советского кино наверняка вспомнят красивую актрису Светлану Смехнову. Именно она сыграла главные роли в мелодрамах «Дочки матери» и «Таежная повесть». Но сразу после успешного старта перед артисткой стал выбор – любовь или карьера. Она предпочла любовь и теперь об этом очень жалеет. В десятом классе Свете предложили пройти пробы в картину «Король лир». На роль девушку не утвердили, но зато она выбрала для себя жизненную профессию. После школы поступила во ВГИК и, пока была студенткой, успела сняться в девяти картинах, а потом Света влюбилась в театрального режиссера Югослава Драгона Благоевича. В 1974 году она вышла замуж, стала носить двойную фамилию Смехнова Благоевич и вскоре родила сына Михаила. Через пять лет после свадьбы супруги уехали в Югославию. Светлана работала в театре, играя в постановках мужа, а потом ушла в декрет – родилась долгожданная дочь Настя. Но постепенно отношения в семье начали разлаживаться. Супруг увлекался молодыми актрисами в театре, а Светлане приходилось терпеть. При этом сам Драгон был до ужаса ревнив. В выпившем состоянии он устраивал жене настоящие разборки, иногда даже поднимал на нее руку. В конце 80-х Света ненадолго приехала в СССР, сыграла два эпизода в картинах «Семь дней надежды» и «Черный коридор», а потом поняла, что на родине ее талант никому не нужен. К тому же после развала страны пришел в упадок кинематограф. Она уехала обратно, в Сербию. Но отношения с мужем так и не наладились. В 1994 году они развелись, и Света окончательно вернулась в Россию. Дети остались в Сербии с отцом. В начале 2000-х годов актриса пыталась вернуться в профессию. Она сыграла в трех сериалах «Леди Босс», «Стилет» и «Капитанские дети». На этом все. Сейчас Светлане 71 год. Невостребованная в профессии и несчастная в личной жизни, она серьезно увлекалась алкоголем. К сожалению, теперь это увлечение сказывается на здоровье. У актрисы отнимались ноги. После оказанного лечения она хоть немного стала самостоятельно передвигаться по квартире, но все равно живет благодаря соцработникам. Пожелаем ей здоровья и всего самого наилучшего. Если вы помните роли этой красавицы-актрисы, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!